Эфир на канале Россия 24 продолжают вести Хакассия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. Женщина, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка, арестована. На прошлой неделе мы рассказывали, что в Подсиним, в лесополосе на берегу протоки Енисея был обнаружен сверток с мертвым младенцем. Ребенок был жестоко убит. Как выяснили следователи, с ним расправилась собственная мать. Подробности в материале Ольги Стельмах. Еще несколько дней назад Ольга Куликова работала в Подсинской школе. Молодая женщина 32 лет следила за самочувствием учеников, занимала ставку школьной медсестры. Сегодня она задержана, ее обвиняют в убийстве собственного ребенка. Труп новорожденного мальчика обнаружили в лесополосе на окраине деревни. По версии следствия, 28 марта 2013 года жительница Алтайского района самостоятельно родила в своем доме сына. Поскольку ребенок был нежеланным, мать завернула новорожденного в пеленку, нанесла ему множественные удары ножом в область живота, грудной клетки и шею, после чего поместила ребенка в пакет, взяла молоток и нанесла ему не менее пяти ударов по голове. После жестокой расправы мать избавилась от мертвого сына, перекинув сверток через забор. Место, где 16 апреля нашли тело младенца, находится в непосредственной близости от деревни и, в частности, от дома подозреваемой. Зверски убитый малыш пролежал среди кучи мусора. Три недели, буквально по соседству с собственной матерью. Комментировать ситуацию руководство школы отказалось, но в личной беседе директор заверил. О том, что их медсестра беременна, не знали. Своё положение женщина тщательно скрывала. Скорее всего, утягивала живот. Да и после в подавленном состоянии ее не видели. Вот в пятницу я ее видал, она последняя вот в эту пятницу. Чую, что пошутили, все, посмеялись. Там не поверишь никак, что она что-то там убила или еще кому. Ой, конечно, лучше бы отдала бы кому-нибудь. Здесь. Это у меня шестерина. Ну, отдала бы мне бы, я бы ее воспитал бы. Новость о задержании Ольги Куликовой шокировала не только коллег по работе, но и жителей самой деревни. О ее семье соседи рассказывают. Жила с родителями, без мужа воспитывала сына. Нормальная девочка. Она работает в школе медиком. Нормальная сыночек у нее старшенький, она в садик водит ее. Годика четыре, наверное. Никто бы никогда не подумал. Все в шоке. Что побудило молодую женщину убить собственного ребенка, да еще и с такой жестокостью, сегодня выясняют следователи. Если вину Ольги Куликовой докажут, ей грозит наказание. До пяти лет лишения свободы. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Сегодня пожарные Черногорского гарнизона МЧС России были подняты по тревоге. Поступило сообщение о возгорании в одной из панельных газифицированных многоэтажек. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже, которую хозяева купили совсем недавно. Молодая женщина и ее двое трехлетних детей спали. Запах гари молодая мама почувствовала буквально в последние минуты. Выскочила в чем была вместе с двойняшками в подъезд. Позвала соседей. Сигнал на пульт управления Черногорского гарнизона поступил в 12.40. Спустя пять минут пожарные расчеты прибыли на место. Огонь в квартире был потушен в кратчайшие сроки, чтобы не допустить взрыва бытового газа. Так как сильный дым угрожал здоровью жильцов, их пришлось в срочном порядке эвакуировать, в том числе с помощью спасательной лестницы. Была произведена эвакуация по автолестнице с пятого этажа ребенка восьмилетнего возраста. И также эвакуация с пятого этажа уже при помощи спасустройств. Вином ГСДС был эвакуирован ребенок грудной двухнедельный. Как бы пожар произошел без жертв, без пострадавших. Спасено 12 людей. Очаг в кратчайшие сроки эвакуировал, ликвидировал. По предварительным данным, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, которая, по словам жильцов, не менялась в доме с 68-го года. Хозяева выгоревшей квартиры купили ее на средства материнского капитала, начали делать ремонт. Но поменять проводку в спальне, где возникло возгорание, они не успели. В Аршаново состоялось первое в этом году заседание экспертного совета. В центре внимания документ – положительное заключение глав госэкспертизы. На встречу собрались представители разреза, чиновники, общественники и местные жители. У последних к властям особенно много вопросов. Чтобы ответить на них, и требовалось заключение экологов. Рассказывает Елена Крылова. В течение двух месяцев самые авторитетные эксперты в России изучали проекты, делали выводы. Уже заключение на 140 листах прорабатывали специалисты в республике. Но создается впечатление, что противники предприятия ничего не читали и собрались в очередной раз помитинговать. Отметим, что сегодня митингующих все же меньше, чем обычно. Минрегион связывает это с тем, что заключение экспертно-консультативным советом уже обсуждалось. К этой работе подключились и многие активные противники. И как результат, сегодня их в этом зале нет. Многие люди понимают, что действительно главгосэкспертиза – это достаточно такая серьезная государственная структура, в которой нет основания не верить. Там также работали специалисты. И у нас некоторые наши члены экспертных групп поменяли свое мнение. Тема о подкупе федеральных экспертов – основной довод противников. Чиновники разъяснили вопрос. Угольщикам действительно пришлось заплатить за все исследования, чтобы федеральные эксперты проверили не только сам проект, но и ответили на все вопросы противников разреза. Деньги, да, были заплачены. Деньги были заплачены в бюджет Российской Федерации, как сборы за проведение экспертизы. Но это не подкуп. А если подкуп, то государство. Прослушав весь доклад экологов, протестная группа сделала главное заявление. Разрезу быть своему согласию выставили ценник. Мелочиться не стали. Отвалите миллиард. Предложение защитников природы прозвучало именно в такой форме. Еще они добавили, работа от слова «рапы» им не нужна. Руководство разреза уверено, жаркие эмоции возникли не на пустом месте. И споры вокруг разреза имеют окрас политический. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Сегодня 143-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. На некруглую дату возле его памятника собралось всего три десятка сторонников КПРФ. Память его почтили возложением цветов. В нынешнем российском обществе отношение к Владимиру Ленину противоречивое. Молодежь практически не знает о такой политической фигуре. В лучшем случае его называют организатором Октябрьского переворота, когда Россия свернула с эволюционного пути развития. В результате гражданская война, массовые политические репрессии. Для ветеранов Ленин остается основателем первого в мире социалистического государства, где не было безработных, была бесплатная медицина и образование. Поэтому ветераны каждый год 22 апреля приносят цветы к памятнику Владимиру Ленину. Для меня это знаменательный день, потому что Владимир Ильич Ленин знает вся мировая общественность. Его труды изучают, читают. И где в странах, в каждом государстве есть компартии, есть левые партии, социалисты. Его труды не потеряли актуальности сегодня. Владимир Ильич Ленин никогда не будет забыт никакими поколениями. Он всегда будет в сердцах людей. По Бакане задержан предполагаемый автор надписи на домах. Напомним, уличная реклама наркотика с указанием телефона продавца буквально заполонила город и вызвала широкий общественный резонанс. Молодого человека, жителей Иркутской области, который попал в поле зрения наркополицейских, задержали на съемной квартире. Заказы он принимал только по СМС. Высылал расценки, деньги принимал через электронную платежную систему. Оплату отслеживал по интернету. После этого в укромном месте оставлял заказ и сообщал покупателям адрес закладки. Никаких личных контактов. Услуги дилера пользовались таким спросом, что парень вызвал на подмогу своего земляка. Совместными усилиями за неделю они заработали 160 тысяч рублей. Заказы поступали на телефон продавца и во время задержания. Было изъято 66 граммов синтетического канабиоида, при помощи которого можно было изготовить около тысячи доз спайса и незаконно заработать около миллиона рублей. Один из молодых людей сейчас отбывает административный арест за потребление наркотических средств без назначения врача. Кроме этого им грозит административная ответственность за порчу городского имущества, за пропаганду спайсов. Расследование продолжается. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении гастролеров уголовного дела. Сегодня Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 огласил имена некоторых кандидатов в факелоносцы. По несколько человек от каждого региона. В Хакасии из тех, кто скорее всего понесет олимпийский огонь, названы двое. Ими стали Петр Макарчук, член Олимпийской сборной России по бабслею, и Инга Карамчакова, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе. Оба спортсмена сами заявки на участие в эстафете не подавали. Их выдвигала республика. Поэтому решение Оргкомитета стало полной неожиданностью. Я был в Олимпиаде в Лайк-Плесиде и в Турине. И когда, знаете, несет факелоносец мимо наших рядов, с его олимпийского, это бомон. И знаешь, как красиво смотрится? И когда он загорается, и ты понимаешь, куда ты приехал. А здесь ты его несешь, и ты уже понимаешь, что ты несешь. Напомним, в эстафете Олимпийского огня примут участие 14 тысяч факелоносцев со всей России. Сколько их потребуется от Хакасии, пока организаторы держат в секрете. Сейчас идет отбор кандидатов. Полный список Оргкомитет обещает опубликовать 7 июля. Эстафета Сочи 2014 станет самой протяженной в истории Олимпийских игр. Олимпийский огонь посетит 83 региона России. Хакасия примет эстафету в конце октября. Кстати, олимпийские факелы факелоносцы, скорее всего, смогут оставить себе на память. В Хакасии подведены итоги самой массовой проверочной работы по русскому языку. Акция «Тотальный диктант» становится все более популярной. В этом году участие в ней приняли 30 тысяч человек из 180 городов. Результаты показательные. В Абакане больше половины получили неуд. На двойку справились 32 человека из 54. Уровень грамотности падает или нет? На эти вопросы нам ответил доцент кафедры стилистики русского языка и журналистики ХГУ Владимир Антонов. Сегодня он гость нашей студии в ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас рубрика «Есть мнение» и прогноз погоды. Увидимся.